Мы хотели бы предложить идею, которая абсолютно практична и, скорее всего, в большом современном городе без реализации этой идеи нам не обойтись, а именно без мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания, потому что тенденция такова, что города растут и не только мегаполисы, но и крупные города в субъектах федерации. В основном растут они за счет новостроек, но, к сожалению, в новостройках и в спальных районах забывают открывать библиотеки, забывают открывать какие-то культурные учреждения, потому что на это не хватает времени. И таким образом я уже не говорю, что мы нарушаем какие-то международные стандарты доступности библиотек, потому что, например, в Англии невозможно, чтобы библиотека находилась далее, чем в 2,5 километрах от проживания. У нас этих норм нет. Боюсь, что в ближайшем будущем эти нормативы мы принимать не будем, а строить спальные новые районы в городах будут. Поэтому понятно, что в эти районы библиотека, скорее всего, должна приехать. Поскольку в 2009 году фонд стал разработчиком концепции мобильного обслуживания населения, проживающего в местах, в населенных пунктах, где нет библиотек, то с 2009 года мы начали реализацию проекта мобильного обслуживания населения. Понятно, для каких территорий. Это, в первую очередь, отдаленные территории, сельское население и, соответственно, тот мобильный комплекс, который мы разработали и предлагаем, он большой. Он большой, он действительно как современная библиотека на колесах, которая вмещает порядка 10 человек внутри, которая снабжена спутниковой антенной для того, чтобы из любой точки России имелся доступ к интернету. И причем это широкополосный интернет, который позволяет вам не только принимать информацию, но и передавать информацию. И, естественно, внутри эта библиотека сделана так же, как наши стандартные библиотеки, с книгами, с книжными полками, с местами для компьютеров, с ксероксами, факсами и с большим количеством разных функций, которые позволяют проводить различные культурные массовые мероприятия. Понятно, что такая машина для города, она, ну, скажем так, она, наверное, не очень нужна. Хотя сейчас вот эти машины уже работают в 22 регионах, всего мы их сделали за эти, в общем-то, два с небольшим года, 24 таких автомобиля. Но тенденция такова, что библиотеки крупных городов закупают подобные аппараты для обслуживания районов новостроек, то есть тех самых спальных районов, о которых мы говорим. Такая тенденция есть в Челябинске, сейчас у нас есть запрос из Кемерово, из Липецка. Я думаю, что и для Москвы с теми новыми территориями, которыми вот благодаря новым постановлениям Москва приросла, то и в этих территориях вполне разумно использовать такие комплексы. Ну и если помечтать, то я надеюсь, что в сентябре месяце мы представим новый такой библиомобиль, мобильный комплекс, который будет сделан уже не на базе вот такого среднегрузового шасси, а на базе микроавтобуса. Ему не нужна будет спутниковая антенна, потому что спутник в городе абсолютно бесполезен, и у нас есть другие возможности использовать интернет. Но то, что мобильное обслуживание в городе должно развиваться, это факт. Потому что, ну понимаете, мы, я не знаю, будет здесь выступление, не будет выступления, но то, что в московских библиотеках возрождается книгоношество, это, конечно, очень хорошо, так сказать, такое возвращение к прошлому. Но все-таки мне кажется, что как-то нужно нести населению новые форматы обслуживания. И, соответственно, если такие мобильные комплексы будут оснащены компьютерными местами, где люди могут получать первые навыки работы в электронной почте, возможность работы в интернете и одновременно обслуживания книжной и мультимедийной продукции, то я думаю, что за такой формой обслуживания будущее. Потому что есть категории людей, которые все равно нужно обслуживать именно приезжая к ним. Это люди с ограниченными возможностями, это пенсионеры, это многодетные семьи, где нет возможности куда-то выходить. Поэтому вот такой формат и такую форму мы предлагаем. Мы очень надеемся, вернее, я даже не надеюсь, я абсолютно просто уверена, что за этим будущее. Вы видели, мы показывали на этих слайдах различные мобили, которые приезжали в прошлом году в город Турку на фестиваль библиомобилей. Было 45 машин из разных стран, в первую очередь из скандинавских стран, потому что там мобильное обслуживание очень хорошо развито. И мобиль наш занял там третье место, что мне кажется очень для нас, во всяком случае, было приятно, потому что мы сделали машину ничуть не хуже, чем строят наши западные коллеги. Поэтому думаю, что это не наше ноу-хау, но использовать нам это все равно будет необходимо, потому что стационарных библиотек и учреждений культуры много мы построить не сможем. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...